Музыка Мы искренне рады приветствовать вас, возлюбленные дорогие наши друзья. Все, кто на протяжении последних трех месяцев смотрели передачи субботней школы, оставаясь в своих домах в Молдове, а также в странах ближнего зарубежья, Украина, Россия, Белоруссия, Германия, Израиль, США, другие места, наша диаспора. Все, кто смотрите, те, кто молитесь, поддерживаете, передаете приветствие, мы желаем, чтобы Господь и сегодня вас обильно благословил по знаниям Его и Его воли. Мы исследовали Священное Писание и убедились еще раз о том, что книга Второзакония содержит настоящую современную истинную, способную изменить нашу жизнь и сохранить нас от неверных решений и поступков нашей жизни. Второзаконие по-особенному открыло нам Господа, любящего, милующего и справедливого. Сегодня последняя встреча в этом 2021 году. Мы находимся на пороге Нового года и, оглядываясь назад, испытываем благодарность Господу и, может быть, некоторое волнение в связи с тем, что ждет нам следующий год. И поэтому для нас особенно важно вновь обратиться к Библии, чтобы найти ответы на вопросы, которые волнуют и мучают нас. Сегодня на этой заключительной встрече, последнем 13-го урока, посвященной книге Второзакония, в нашей студии особые гости. Это семья Ляху, руководитель церкви адвентистов седьмого дня в Молдове, Ильи Степанович Ляху и его супруга Мария Николаевна, которая является лидером служения женщинам и руководителем ассоциации жены пастора. Добро пожаловать! Мы рады вас приветствовать! Спасибо большое! Для нас это большое преимущество и ответственность в конце года быть вместе с народом Божиим, с теми, кто любит священное писание. Оглядываясь на прошедшие, тому, что Бог вам даровал, то, что как Бог вас вел, когда мы подошли к концу года и когда нас смотрят наши друзья, которые не только смотрят, но многие из них активно делятся с просмотрами со своими многочисленными родственниками, онлайн-друзьями, когда нажимают кнопочку «Нравится», «Поделиться», когда ссылки рассылают. И поэтому сегодняшнее обращение увидят больше людей, чем обычно. Что бы вы могли пожелать и хотели бы пожелать каждому из тех, кто смотрит, ну и, конечно, себе в этом уходящем году и на пороге Нового года? Как милостив и справедлив наш мой Господь! Год тому назад я находился в больнице и благодарю от всего сердца Господа, что Он милостиво подарил мне еще жизнь. И чем можно поздравить детей Божьих, как только не священным писанием? Позвольте пожелать вам, дорогие возлюбленные братья и сестры здесь, в нашей стране, а также уважаемая и дорогая наша диаспора. Уповайте на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум, не забывай его на всех путях твоих, и Он сделает стезю твою прямой. Пред Господом благоговей и избегай зла. Я искренне поздравляю вас, друзья мои, с тем, что Господь так милостив и справедлив к нам по жизни. Лиза Павлович, а что бы вы себе пожелали? Ваша завечная мечта и желание, которое вы уверены, что может исполнить только Господь? О чем бы вы особенно молились? Очень сильно желаю, чтобы моя семья, мои дети, внуки, вся моя семья достигла вечности. И моя искренняя молитва и пожелание, чтобы и весь народ, которому мы как пасторы служим, хотим встретиться с вами там, где не будет слез, страданий, горя. Мы очень ждем этого, чтобы вместе быть там. Мария Николаевна, вы как супруга, как мама, как бабушка, многочисленная аудитория, которая смотрит, это представляет наших дорогих сестер. Что бы вы пожелали нашим слушателям, особенно сестрам, женщинам, девушкам, дочерям и себе лично? Я хотела бы поприветствовать прекрасную половину человечества и церкви нашей тоже. И я знаю, сестры, что вы очень много переживаний имеете за своих родных, за своих близких, за детей своих. И участвуя в этой группе нашей молитвенной, мы не раз видели, слышали ваши переживания, ваши искренние слезы, вы проливали в молитве за своих детей, за своих родных и близких. Может быть, до конца года еще не ответит Господь на все ваши переживания, на все ваши чаяния сердца вашего. Но верьте и вступите в Новый год с надеждой в то, что Господь, как и в Писании написано, сделает все прекрасным и в свое время. Я прошу вас, будьте тверды, будьте уверены и продолжайте настойчиво молиться за ваши семьи, за ваших родных и близких. И Бог обязательно ответит на наши молитвы все. Я хотел бы продолжить буквально несколько слов. 2022 год нашей Всемирной Церкви посвящен проповеди Трехангельской Вести. Это то, что Бог открыл Лаодики. И в связи с тем, что в конце февраля и начале марта у нас будет национальная программа, евангельская национальная программа, которая будет в прямом эфире, я хочу, чтобы все мы подключились и чтобы эта весть, переданная Господом тремя ангелами, достигла еще многие-многие места и тронула многие сердца людей. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, давайте объединимся, молясь, трудясь и спасая. Тогда вечность будет реальностью наших дней. Господь сказал, вызови, и я отвечу, я покажу, я исполню. Я приглашаю, чтобы мы объединились здесь в этой студии в молитвах и в виртуальном пространстве с нашими друзьями, Господу, чтобы наши чаяния, наши желания, наши пожелания исполнились в жизни каждого. Дорогой наш Господь и Бог наш, мы к Тебе обращаемся, Господь Иисус, потому что Ты наша сила, Ты наша крепость, Ты наше спасение, Ты наше избавление. Господь дорогой, я умоляю Тебя от всего сердца, чтобы Ты простил всех нас. Прости и благослови нас, Господи, Твоими особыми благословениями тогда, когда мы, провожая этот старый год своими проблемами, своими переживаниями, чтобы мы в Новый год вступили с новой надеждой и упованием только на Тебя, что Ты совершишь самое лучшее в жизни каждого молящегося Тебе, искренне, Господи. Мы просим, Господи, благослови каждую сестру, благослови каждого члена церкви, благослови всех нас объединиться, возродиться и быть готовыми встретить Тебя на облаках небесных во имя Христа. Аминь. Аминь. Завершая изучение книги «Второзаконие», мы будем говорить и о завершении служения и жизни героя этой книги, лидером израильского народа Моисея. Книга «Второзаконие» начинается в повествовании, как Моисей на равнинах Моавицких перед Ирихоном и завершается тоже на Моавицких равнинах и тоже перед Ирихоном. Господь показывает ему все и говорит, вот все, что я обещал своему народу, я все это ему дам. Только ты, Моисей, ты, Моисей, этого не получишь. Ты в эту землю не войдешь. Наверное, немножко так больно читать вот это завершение этой истории, ведь он столько сделал, столько посвятил для своего народа, он готов был жизнь отдать ради их спасения. И у каждого из нас возникает вопрос, а в чем был грех Моисея? Почему он заслужил Божие осуждение и только мог увидеть, но не войти в эту желанную обетованную землю? Как вы думаете? Если можно, я бы хотела прочитать числа 20 глава 12 стих, что сказал Господь Моисею и Арону за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Но ведь вера это внутреннее переживание, в чем проявилось неверие Моисея, что Бог увидел в его поступках, такое, что он сказал, вы не поверите, что такого сделал Моисей. Вы знаете, Моисею на этот момент было 120 лет, особенно последние 40 лет он имел особые переживания вместе с своим братом, с этим огромным народом Божьим. Столько переживаний, столько проблем, опытов и позитивных, ну и негативных. И вот они уже, вот остался последний шаг, уже у долгожданной границы находятся. И вдруг народ снова возраптал, снова проявляет недовольство, снова сомневается в любви и справедливости Божьей. И Моисей, служа этому народу в самых сложных условиях жизни, чисто по-человечески не выдержал. Не выдержал. Господь ему дал инструкции, Моисей, дай этому народу воду, дай, пожалуйста, я буду с тобою работать. И Господь конкретно сказал, дал инструкции, что, где, когда, как делать. Но Моисей, к сожалению, чисто по-человечески не сдержался. И он проявил недоверие к Богу. И он в ярости, наверное, скорее всего, сказал, не дать ли нам, вам воду, ну вы народ такой нетерпеливый и не доверяете Богу, где ваша вера? И, к сожалению, вот этот поступок Моисея поставил точку в его жизни и карьере, если можно так выразиться, на закате дней. Вместо того, чтобы сказать скале, он ударяет, и ударяет не один раз. И вот эта фраза, не нам ли дать? О чем она свидетельствует? Неужели можно так ударить? Неужели в этом жезле была такая магическая сила, на которую надеялся Моисей, что, ударяя по скале, можно извлечь воду? На кого надеялся Моисей? Кому он мог приписать вот этот результат своих действий и исход этой воды? Ну, как мы видим здесь, он говорит, не нам ли, он хочет, и даже это делает, приписывает все это себе, как бы. Мы решим сейчас вашу эту проблему. Надоели, но мы сделаем это. Вот это его проблема, что он тоже не дал должной чести и славы тому, кто может это сделать, на самом деле это чудо, а присвоил себе. Элен Уайт, книги Патриархии и Пророков, замечательная книга, я надеюсь, что она в библиотеке многих наших слушателей, говорит о том, что Моисей в этот момент, непростой момент в истории жизни народа Божьего, проявил публичное недоверие к Богу. Ему нельзя было забывать о том, что он представляет Бога, что Бог на него надеется, что Бог хочет его использовать для славы своей и для того, чтобы укрепить этот народ, буквально, который через несколько дней перешагнут и войдут в обетованную страну. Он проявил недоверие. И Господь говорит, жаль, жаль, Моисей, Арон, вы показали, вы не поверили мне. И вот это оставило неизгладимый след в массе людей, молодых, пожилых, всех возрастов. Поэтому как важно, чтобы мы, как христиане, как дети Божьи, помнили, что мы говорим, как поступаем, это оставляет след. Даже наше слово может иметь негативное влияние. Мне нравится Библия в том, что она не выхолощивает, не приукрашивает, не причесывает героев, особенно это лидеры. Мы можем в истории видеть о том, что о лидерах говорят только хорошее. Но здесь говорится не только о достижениях, но и о ошибках. И, наверное, не для того, чтобы принизить авторитет Моисея, но для того, чтобы научить нас, чтобы мы не повторяли. Скажите, пожалуйста, вот чему может нас научить в современном мире ошибка Моисея, относительно наших собственных ошибок? Когда мы повторяем эти ошибки в своих повседневных делах, в отношениях, в семье, в жизни? Может быть, в конце этого года мы тоже можем поступить как Моисей, или в решении каких-то проблем, задач, которые стоят перед лидерами семьи или лидерами церкви, страны? Конечно, здесь естественно, что Моисей в данном случае проявил недоверие к Богу. Он не обратился к Богу, и он совершил страшный грех, и это дорого стоило ему. Мы, как дети Божьи, естественно, что, идя на пути к вечной стране, к обитованной стране, естественно, и мы спотыкаемся. Как мудро сказал экклесиаст, да, праведник семь раз спотыкается, падает, но он встает. И вот и мы, я, оглядываясь назад на пройденный путь этого года, 21-го, вижу некоторые моменты, о которых мне стыдно, мне даже неприятно. Я думаю, что Господь это огорчает. Огорчает. Но вместе с тем, я знаю, в кого уверовал. Спасибо. И Господь говорит, я люблю тебя. Я назвал по имени ты мой. Я знаю, что ты сделал некоторые поступки недостойные, но я прощаю тебя. Я люблю тебя. Спасибо. Но мы видим, что во гневе человек может сказать слова, которые для него могут быть дорогими. Все может быть хорошо, но одно слово сказал, как капля деки в ложке меда. Как нам, будучи искушаемым гневаться, не согрешить? Ну, как вы, Мария Николаевна, дома, как супруга, как мама. Скажите, лидер церкви, может, пастора гневаются? Да, конечно, пастора тоже гневаются. Грешат? Ну. Тоже грешные люди. Да. Самое главное, чтобы... Как женщинам можно помочь, как женам можно помочь? И вот чтобы вы практически посоветовали, что можно сделать, чтобы найти силу Божию, чтобы говорить и поступать, не гневаясь. Ну, когда приходит муж домой, мы уже чувствуем, что предстоит какая-то такая встреча более на повышенных тонах. Но я скажу вам, что есть различные, разные характеры. И одному достаточно накормить одного, и он успокоится, и всё будет хорошо. А другому надо отвлечь его от этой проблемы, которая его тревожит, перевести на другую тему, и тогда всё будет хорошо. Главное, чтобы сохранить мир, покой, и дальше продолжать жизнь на этой земле. Потому что пусть солнце... Можно гневаться, только главное, чтобы солнце не зашло во гневе вашем. Наверное, жизнь мужей, какой бы ни занимали они место в жизни, ответственность, это как капитаны, капитан корабля, который в буре. А роль женщины, это создать такую тихую гавань. Вы как начальник тихой гавани, и вот в этой тихой гавани важно, наверное, и вкусно, чтобы покормили, да, голодный приходит, чтобы проявить внимание, да, сочувствие, поддержку. Да, знаете, наша ассоциация проводит, жена пастора, это было очень давно, конечно, мы проводили семинары различные, у нас там был такой пункт, что обязательно вечером с мужем пройтись по свежему воздуху, это успокаивает, пересном. И наши мужчины, наши мужья смеялись уже между собой, что наши жены нас выгуливают в этот вечер. А иногда нужно больше кругов, да? Да, иногда побольше. Чтобы снять напряженность, загулять, заходить. Но эти принципы могут использовать даже и не христиане. Конечно. Выгулить, покормить, массаж сделать, погладить. Поговорить. Поговорить. А вот для верующих христиан, какую роль молитва может играть в том, чтобы человек, гневаясь, напряженный на работе, в жизни, чтобы в этом гневе он не сделал чего-то такого, чтобы причинило боль и вред и семье, и родным, и близким. Вы знаете, если вы позволите, я перебью вас. Дело в том, что мне неоднократно приходилось видеть мою супругу, как она молится. Я ищу ее, а она на коленях. Но я так осторожненько отхожу и прислушиваюсь. И как она искренне, горячо, со слезами на глазах молится обо мне, о тех переживаниях и проблемах, с которыми я, к сожалению, часто прихожу и домой с ними. Вместо того, чтобы оставить их у порога, но, к сожалению, не получается всегда. Поэтому я лично и надеюсь, что все мужья очень благодарны, что у нас есть такие замечательные, посвященные, любящие, терпеливые жены, помощницы. То есть вы ощущаете ее молитвенную поддержку, как помощь соратников Моисея, которые поддерживали руки в этой битве. Поэтому, когда молится жена, то это руки готовы идти и действовать. Мы даже готовы сражаться вместе с ним. Но на невидимом фронте духовной борьбы. Мы видим жизнь Моисея, его направление, его переживания. Но завершается книга о Второзаконии, то есть 4 главой, оповествованием о его смерти. Хотя урок наш называется «Воскрешение», но ничего в книге Второзаконии, нет слова «Воскрешение» Моисея. Говорится о смерти Моисея. Что необычного оповествования о его смерти? Что необычного мы можем увидеть в книге Второзакония? Давайте, с вашего позволения, я прочитаю 5 стих. Да, 34 глава Второзакония. Я цитирую новый перевод. Так и умер там Моисей, раб Господа. На земле Моавицкий, как предрек Господь, погребли его там же, в долине Моави, близ Бет-Пиора, но никто и поныне не знает, где место погребения его. И 6 стих я прочитал. И 7. Да. Там тоже интересно о том, что он умер, но не говорится о диагнозе, наоборот, говорится о состоянии, в котором бы человек жил. И зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Супер. Как так может быть? Что необычного? И вдруг умер, да. Да. Почему? Да. По всей вероятности, здесь было прямое вмешательство Бога. Бог хотел преподать всем последующим поколениям, что с грехом нельзя играть. Если Господь сказал, то Он знает, что нужно и как нужно нам жить для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы повлиять на народ, Господь очень конкретно сказал, Моисей, я готов использовать тебя, но Он, к сожалению, этого не внял и совершил огромные преступления с последствиями в жизни народа Божьего. И из-за этого Господь пригласил его отдыхать в силе еще, зрение хорошее, несмотря на возраст, несмотря на те переживания, с которыми он сталкивался как руководитель, но Господь его пригласил. Ты заслуживаешь. Это твой выбор был. То есть Бог справедлив и неелицеприятен даже с теми, кого называют человек по сердцу его. То есть даже с этим человек, он не измеряет заслуги, которые ты, не важно, что ты сделал, не важно, какие твои заслуги, какие твои проповеди, что ты автор замечательных книг, что ты вывел народ. Все это не перекроет твои дела, не перекроет твоего неверного поступка. Скажите, а можем ли мы найти в этих словах и в этом повествовании какие-то намеки на воскрешение Моисея во второзаконии? Если мы говорим о том, что смерть его была неестественной, то есть он не умер по причине болезни, по причине старости. Мужчина был в расцвете сил даже для того времени. Он не умер в результате насилия или активно. Он не умер, потому что Бог сказал. Он прекратил его жизнь. Но что может нам помочь полагать о том, что со смертью Моисея, который не увидел землю, увидел, но не вошел в землю обетования, не закончилось его существование? Вы знаете, здесь последняя часть шестого стиха очень конкретно говорит, но никто и поныне не знает, где место погребения его. Обычно такого лидера нужно в музее, в мавзолей, да, бальзамировать, поклоняться ему, делать его из него чуть ли не Бога на земле. Но священные писания и были раскопки, искали его место погребения, но до сих пор не нашли. Это не то, что намек, это буквально ясно говорит о том, что Бог вмешался, и он сделал нечто необыкновенное в жизни своего раба, который был по сердцу его. А какое лично богословское и личное значение воскресение Моисея представляет для вас, лично, как для смертного человека? Вот что для вас значит и чему может научить то, как жил и как умер Моисей, как он воскрес? Да, Моисей очень сильно любил Господа. Он служил ему, и Господь действительно с любовью относился к этому руководителю, но вместе с тем он был человеком. И, к сожалению, в тяжелые минуты испытаний он не сдержался, он совершил грех, он не прославил Бога. Но вместе с тем Господь, Господь милостив, Господь, да, он справедлив, но справедливость и милость облобзаются, говорит Давид в своем из одних псалмов. И это говорит о том, что они идут в ногу. Да, справедливость требует Моисей, чтобы ты умер, но милость моя, моя твоя, моя любовь к тебе, говорит о другом. Я хочу, чтобы ты воскрес, и ты был там, где и я, и мы вместе будем совершать. И когда мы будем листать дальше Священное Писание, мы видим Моисея живого, прославленного, который приходит к Иисусу в самые тяжелые минуты его жизни, перед тем, как быть распятым. Фактически Моисей стал праотцом всех воскресших людей, представителем этой большой группы людей. У нас завершается год. Мы, смотря на Божье деяние, испытываем благодарность за то, что Бог хранил, исцелял, помогал, кормил. Но смотря на свою жизнь, на свои поступки, свои решения, испытываем некую напряженность и смущение, потому что мы видим, что мы не всегда поступаем так, как того ожидает Господь. Можем ли мы надеяться на Божью милость? Что может быть основанием нашей надежды, что Бог, смотря на наши поступки, читая наши мысли, нашу жизнь не всегда белую и чистую в прошедшем году, что может быть для нас основанием веры, надежды, что Бог нас простит, что Он нас очистит и не воспомянет в новом году все, что мы сделали, и в веке будущем то, что мы сделали в этом году? Бог всегда верен своим обетованиям, своим обещаниям верен. Если Господь обещал, что верного народа своего не оставит, и несмотря на то, что в этом году мы тоже очень много пережили таких горьких моментов, мы все равно не теряем надежду на те слова обетования, которые Господь нам оставил, что верного своего он не покинет, хлеб и вода не будет. И даже если и будет такой момент, когда уйдет из жизни человек, верным Господу, тот поверен Господу, он в день он воскресит его. Я хотел бы обратиться к нашим друзьям, те, кто сегодня вместе с нами в конце года еще раз анализирует жизнь Моисея, но вместе с тем извлекают уроки для себя. Вы знаете, дорогие друзья, да, были и черные полосы по нашей жизни, были моменты, из-за которых нам стыдно, но как красиво пророк из древности, через пророка из древности Господь обращается ко мне и к тебе, дорогой друг. Любовью вечно я возлюбил тебя, и потому я простер мою любовь к тебе, я назвал тебя по имени, ты мой. Дорогие друзья, пожалуйста, поднимите свой взор к небесам, там наш любящий, вечно любящий Отец, Сын и Дух Святой, которые ждут нас, чтобы мы вошли в обитованную страну. Божья любовь, Его обещание простить и очистить, это самое лучшее, на что мы можем надеяться. И не потому, что мы чувствуем, что Бог нас простил и избавил, а потому что мы верим Его Слово, живое и действенно. Смерть Моисея, невосполнимая утрата для народа. Люди оплакивали. Я помню, когда в детстве умер один из лидеров страны, в которой я жил, то я увидел, как плачут мои родные, близкие, как другие люди думают, куда мы дальше будем жить, как, что будет. Но мы плачем не только, когда лидеры оставляют нас, особое страдание и боль, когда нас оставляют те, наши близкие, наши родные, мужья, жены, наши родители, наши знакомые, собратья. Каким образом история Моисея может уменьшить боль и в то же время укрепить веру тех, кто потерял близких? Да, именно этот момент, когда мы смотрим на Моисея, что он умер, был погребен, не найдена была могила его. Мы знаем, что Господь его воскресил. Господь верен своим обетованиям, и Господь обещает и нам, что если мы будем верны Ему, Господь обязательно воскресит нас в день своего явления. Это основание надежды для нас. А мы задаем вопрос, мы же не знаем мысли нашего близкого, нашего родного, мы не знаем его сердца, мы не знаем его отношения. И мы задаем вопрос, а живут ли наши близкие, увидим ли мы еще, что могло бы укрепить веру людей, которые потеряли родных и близких, и имея смущение, вопросы, а какова их будущая, судьба их будущая, жизнь? Конечно, мы как люди часто садимся в кресло судьи и посылаем некоторых в рай, а других в яд, ад. Вы знаете, Господь не человек. Господь так сильно возлюбил нас, что отдал своего единородного сына. Естественно, что наши родные и близкие, тот же мой отец, который ушел из жизни, моя мама, который очень хочу, чтобы мы встретились, были людьми. Они допустили и те, и другие недостатки по жизни. Но Господь ради этого и послал своего сына в этот мир, чтобы умереть. И Господь поднимает свои руки, мой Господь, пронзенные руки, говорит, Господи, прости его. И я знаю, что Господь простил и маму, и папу, и многих-многих дорогих братьев и сестер, и по вере, и родных, и близких, что Господь прощает, и Господь справедливо и милостиво спасет. Спасибо. Наверное, вот этот спор, вот эта мысль о судьбе каждого человека и о нас поособену освящен в послании Иуды. Оно состоит всего лишь с одной головы, и в девятом тексте мы находим такую картину спора Михаила с дьяволом. И спорят они о теле Моисея. Почему они, кто Моисея, кто такой Михаил, и почему он спорит с дьяволом о теле Моисея? В чем суть этого спора? Архангел Михаил – это наш Господь Иисус. И вот уже на протяжении шести тысяч лет идет ожесточенная война, борьба. Не кровь, не физическая борьба и война, а идеологическая. И поэтому дьявол, сатана, так его называют священные писания, очень сильно заинтересован любого человека. любого, он за каждого будет бороться до конца. И он в этом случае говорит, Господи, ты несправедлив, это неправильно. Он же согрешил, он не послушал, он опозорил тебя. Святость твоя была попираема Моисеем, поэтому он не имеет права на жизнь вечную, быть твоим детем. Он мой. Но Господь, воюй, борется, пытается доказать и сказать, а я ради него умер. Я на Голгофе был для того, чтобы спасти его и подобных ему. Потому что действительно на нашей планете Земля нелегко быть христианином. Идет жестокая борьба. И вот те недостатки, которые в нас есть, они очень часто проявляются. И дьявол пользуется этими недостатками. И он потом посылает нам мысли. А ты видишь, что ты сказал? Как ты поступил? Как посмотрел? Эта борьба продолжается. Но нам нельзя ни на минутку забывать о том, что он умер ради нас. Исход этого спора, он очевиден. Это воскрешение Моисея. Это говорит о том, что в этом споре за грешных людей Христос выигрывает. Аминь. И это говорит о том, что и в споре о нас Он ходатайствует. И основанием нашего искупления это не наша праведная жизнь, не наши поступки, которые хорошие мы сделали в своей жизни, а наше осознание наших грехов, наше раскаяние и наше отношение с Господом. Смерть и воскресение Моисея, его жизнь и служение. Каким это открывает характер, намерение Бога в открытой книге «Второзаконие», в биографии, в поступках этого удивительного человека? Здесь открывается служение и в жизни Моисея. Даже в его смерти и воскресении мы видим, что Бог справедлив. Мы видим Его милующим Господом, что Он спасает нас, что Он проявляет верность тому, кто, в свою очередь, доверяет и верит Богу. Я не сомневаюсь. Вы знаете, Моисей переживал о поступке. Ну, порыв этот прошел, и он осознавал, что я сделал. Как я несправедливо поступил по отношению к моему Богу, который еще 80 лет тому назад пригласил меня, поручил это великое дело спасти и привести этот народ в обитованную страну. Вот эта борьба происходит и в жизни моей, и твоей, дорогой друг, брат, сестра, слушатель. Но вместе с тем нельзя забывать, что за спиной Господь, с нами Бог. Моисею, наверное, тяжелее сейчас, чем нам, потому что, будучи воскресшим, он видит все те страдания, те беззакония, которые творятся на земле, а мы здесь продолжаем жить. Но как Моисей открывал Бога для своего народа, ходатайственного, заботливого, тот, который был посредником, тот, который молился, который рассказывал Бога, призывал, наверное, сегодня мы имеем эту ответственность. как жизнь наша, как наши поступки сегодня, в этом 2022 году, могут открыть Бога, открыть Бога в нашей семье, нашим близким, людям, которые нас окружают. Что Бог ожидает от нас, каких действий, каких решений, которые могли бы Его прославить, и по-особенному показать миру Его намерения и волю? Господь милостив. И мне очень нравится, как однажды Давид сказал, вкусите и познайте, как благ Господь. И я лично хочу сказать, за годы служения Богу, я вкусил, и знаю, как благ Господи. Я хочу в этом году, в предстоящем году, своей жизнью, поведением, поступками, да, свидетельствовать о том, что с Богом хорошо. И Бог меняет жизнь, мысли, поступки. Поэтому давайте будем вместе с Богом идти навстречу тому великому событию, в славное пришествие Христа. Я бы хотела, чтобы, как Моисей, не оказался только у порога и не увидел обетованной земли. Но чтобы мы все собрали свои силы, чтобы мы все свидетельствовали о нашем любящем Боге, о милующем, а чтобы еще многие познали Господа, и чтобы мы вместе перешагнули через этот порог и стали ближе к вечности, к обетованной земле. Спасибо. Дорогие друзья, обстоятельства, дьявол, мог украсть у нас, может быть, материальные ресурсы, какие-то, работу, здоровье, радость, жизнь близких, но никто и ничто не может отнять от нас веру. Никто не может отнять от нас то, что приготовил Господь для любящих его, тот славный мир, обетованную землю, где он ожидает своих искупленных, чтобы встретиться с ними. Тогда, когда уже не через экран, а мы вместе встретимся и будем радоваться. Пусть Господь поможет нам держать крепко за руку Господа. Пусть Бог поможет нам отразить его характер в жизни и поступках наших, для наших родных. Пусть жизнь наша будет как свет, чтобы люди, видя наши поступки, наши добрые дела, прославляли и приходили к единственному, кто этого достоин, нашему Господу, нашему Спасителю. Давайте вместе об этом будем молить и просить нашего Господа. Дорогой Господи, Бог наш, во имя Иисуса Христа, на закате 2021 года мы, дети Твои, соблюдающие заповеди и имеющие веру Иисуса, славим и величаем Тебя, Господи, что в это непростое время Ты был с нами, Ты вел по жизни, Ты благословлял нас хлебом, водой, здоровьем, охраной небесных ангелов. Мы благодарим Тебя за возможность, которую мы имели в этом году вернуться в храмы и поклоняться Тебе, изучать священное слово Твое. Мы благодарны Тебе, особенно, Господи, за книгу второзакония, которую так многому научила нас. Господи, перед нами Новый год. Благослови этот Новый год. Пусть у нас будут новые опыты, новые опыты, которые бы возродили нас духовно, возродили церковь и эту страну. Господи, благослови нас и помоги нам быть с Тобою. Прошу Тебя, Господи, благослови Молдову, благослови президента, парламент, а также правительство, благослови всех, от которых зависит счастье благополучие временное хотя бы на этой земле, но помоги нам вместе с тем не забывать об источнике всех благ. Мы отдаем себя, своих детей, в Твои обятия. Веди нас, Господи. Аминь. Аминь. Мы благодарим за то, что вы оставались до конца вместе с нами и желаем встретиться с вами в следующем году, встретиться с Богом и встретиться с Его Словом. Господь да благословит вас. До свидания. Словом. Редактор субтитров А.Семкин